Это сахар, булочки, торты Все вкусно, все вкусняшки Все вкусно, вот это простые углеводы И как раз таки за счет этого Энергетический баланс, скажем так, выше Ну и соответственно там плохие жиры, естественно Трансжиры, то есть это во всех булочках, во всех фастфудах Трансжиры присутствуют, это еще надо понимать, да? То есть вот как раз таки за счет того, что присутствует Очень много простых углеводов Еще раз напомню, это булка, сладости В общем, все вкусно, все что так вот привыкли мы есть Потому что я думаю, все привыкли, все когда-то пробовали То есть в любом случае Нет такого человека, которого никогда не пробовал сладости Потому что все мы с детства, все мы ели варенье Ну и белый рис тоже простым углеводом относится А правильно питание скучно и быстро надоедает Да, есть такой миф Ну потому что многие думают, что это что, каждый день надо там рыбу есть, тунец Да, то есть потому что, ну да, в сладостях разнообразие больше, согласен Да, то есть ты приходишь, что у меня сейчас там торты такие, конфеты такие На любой вкус Но по сути, если брать суть вот этих вещей, этих продуктов Там одно и то же, простые углеводы Сахар, ну просто сахар Ну просто он в разных обертках, да Вот тут сахар, вот тут шоколад сахар А здесь мороженое, да, но они вкусом разные Да, то есть, но по сути это там и там это сахар, в любом случае сахар И правильное питание, ну то есть скучно, скучно может быть, если ты, конечно же, ну очень ленивый Ну то есть у меня бывает так, что да, я могу вот просто банку тунца открыл и съел Да, ну не хочу готовить, надо вот быстро куда-то идти А на самом деле, то есть рецептов можно, ну тут все знают, что такое Google, правильно ли, да? Ну да, просто вводишь правильное питание, слово, там тебе миллион, не знаю, там, миллион рецептов Да, даже можно конкретизировать рецепты правильное питание из тунца Просто там он тебе выдаст, ну такого, что ты же сам не знаешь То есть найти, сейчас можно в наш век интернета все, что угодно Мы всегда их труда не составим Правильное питание это череда запретов и ограничений, многие думают Что правильное питание это вот только надо себе запущать Многие думают, что человек на правильном питании, который не ест никогда сладости Часто бывает так, что, по-моему, где-то я помню Отдыхали, и я в кафе зашел, взял фрикартошку Кто-то, ты фрикартошку ешь, да? Такое, что у них было бы, если люди видят, что я иногда и мороженое ем тоже, да? То есть многие просто вот думают, то есть если вот правильно питание говоришь То есть ты должен прямо вот все, как ты можешь, да, это есть Многие так думают И поэтому незнание вот это приводит к тому, что человек говорит, нет, нет, я не могу так, да? Я никогда в жизни никогда не говорил и не буду говорить, что нельзя сладости есть вообще Что нельзя там булку есть Ну, хочется, поешь Самое главное, должно быть основа Есть основа правильного питания, когда ты питаешься, скажем так, по своему режиму, да? Но есть определенное отступление Ну, если можешь, да? И все еще зависит от того, в каком ты, скажем так, режиме находишься, да? Естественно, если ты хочешь скорректировать свою фигуру Хочешь убрать лишнее Понятное дело, тебе надо избавиться от сладости Особенно, если у тебя с этим проблема Особенно, если ты в течение 10 лет каждый день его ешь, да? То есть, естественно, надо с этим работать Кстати, надо будет работать, надо будет отказываться Еще одна ошибка Многие начинают думать, там, все, я больше не буду есть сладости, все Сейчас вот как начну, не буду есть Ну, обычно, таких хватает, ну, на 3 дня, да? Ну, неделю И все, потом она опять начинает есть сладости А причина простая И проще сам вообще просто, ну, проще ничего нет Если мне человек скажет, что у него там жор, да? То есть, ну, вот он хочет прямо на сладости И прямо вот, прям хочу и все, да? Каждый день их ем Есть несколько симптомов того Сразу же можно предположить, что человек не завтракает И не завтрак он правильно пищит, скажем так, овсянкой Сложными углеводами Овсянка, гречка, я не знаю, там, пшенка, да? То есть, вот этого нет Соответственно, да? То есть, вот этот бутерброд – это не завтрак И еще один момент В обед Ну, тут примерно, там, час-два Человека нету, скажем так, сложных углеводов В виде гречки или бурого риса Вот все, вот две вещи Которые говорят о том же Естественно, то есть, у тебя нет Помните, я говорил, что есть простые углеводы Это сахар, да? Все сладости Есть сложные углеводы Это бурый рис, гречка, овсянка, черный хлеб Если у тебя нет этих продуктов каждый день Ты будешь поедать сладости Все просто Ты не ешь это, будешь есть это Потому что это сложные углеводы Вот эти бурый рис, овсянка, гречка, пшенка Все вот эти злаки, да? Все эти каши Это качественная энергия Качественная энергия Которая необходима нашему организму Если у тебя нет качественной энергии Ты не даешь сознательно Или боишься Да, многие почему-то боятся Гручу, я тебе гречку, я бы ж потолстел Это часто так бывает у людей Они не кушают эти продукты Но будут есть сладости Потому что, ну, то есть, что-то Организму-то нужно жить Ну, что-то, на что-то нужно жить Соответственно, ты это не даешь Не важно по каким причинам Ты будешь есть то, что тебе нравится А сладости всем нравятся Ну, может, не обязательно сладости Кто-то на булку Кто-то чипсы, кто-то соленые Да, то есть, суть одна То есть, простые углеводы Правильно питание дорогое Есть такой миф Но вот я брал вот по таким простым Опять же, по своему опыту Пример Допустим Орехи Они стоят сейчас сколько? Ну, там 2 евро Там 100 грамм 2 евро примерно Шоколадка стоит Ну, хорошая шоколадка Ну, тоже, да, примерно Около 2 евро То есть, если я беру пачечку орешков Допустим Ну, по 50 грамм в день Ну, 30-50 грамм в день То есть, примерно так можно потреблять То есть, это уже хватит на 2 дня Примерно То есть, ты поел Перекус, да, сделал 50 грамм орешков Фундук я имею, да? Лесной орех На 2 дня На сколько хватает шоколада? Ну, да, да Иногда 5 секунд даже, да? Вот эти 100 грамм шоколадки съесть Это... Ну, это вообще Ну, то есть, ты ее съел И, как бы, через какое-то время Ты еще можешь Ну, еще еще съесть А потом еще и мороженое можешь съесть Вот если мы будем брать Из расчета То есть, вот, записывать Да, что ты берешь Многие считают, что шоколадка Ну, там, сникерс 50 центов Там 50 центов Там 50 центов Там мороженка Лимонадик, да? То есть, вот, если вот все вот это Посчитать в совокупности И сравнить с тем Что ты купил на это орешки Там, я не знаю Там, что-то еще, да? То есть, полезного То есть, как раз-таки Это будет, конечно же, превышать Намного То есть, ну, простой пример Пачки орехов Это 100 граммов И хватит на 2 дня Потому что, ну, каждый день Там, или по 30 грамм Даже на 3 дня, да? То есть, мы по 30 грамм будем Ну, понятное дело Если ты купишь сладкие орехи Ты так же сам И же можешь, скажем так И употребить быстренько, да? То есть, поэтому Производитель Он же как? Он же как? Ему же надо, чтобы ты покупал постоянно Соответственно Он делает так, чтобы было вкусно Сейчас вот и творога все Да, вот сладкие Кефир даже сладкий появился Да, вот раньше Какое-то время назад не было Сейчас вот уже Яблочные какие-то Ну, сахар С сахаром Кефир с сахаром В общем-то Вот как раз-таки Про правильное питание Да, какие-то Продукты, естественно Они будут дороже Но если в совокупности брать Если человек, который потребляет Сладости, естественно У него будет Ну, то есть, переизбыток Ну, просто надо взять Посчитать Ну, возьми посчитать Да, там Что ты покупаешь Да это даже считать не надо В магазин Когда идешь Ну, видно Видно Люди, у которых Скажем так Дисбаланс в питании Лишний вес есть Просто, ну, на этой Там же видно, что человек берет Все, он взял Там, ну, там видно Шоколадочка Еще что-то Лимонадик Да, там Сырочки Многие думают Когда вот эти сырочки Да, творожочки Где-то писал про это тоже Многие думают, что когда они Ну, то есть, употребляют Что это правильное питание Вот прям вот это действительно А что ты ешь Как-то Творожочки Сырочки, да С утра Ну, понятное дело Опять же, надо понимать Да, они вкусные, конечно Но это потому, что сахар Ну, потому, что сахар Вот и все То есть, ну, там Другого ничего нет Они вкусные Потому, что там сахар Ну, и правильное питание Это голодовка Многие думают Да, то есть, многие привыкли Слово диета Скажем так Ассоциировать С голодовкой С такими трудностями С жесткой какой-то диетой Да, думаю Именно вот с ограничением Когда ты там И у многих же, да Возникает Вот диета Правильное питание Это почему-то Одну морковку ешь Знаешь, еще шутят Салатик только кушают Нет, на самом деле Если мы говорим То есть, о правильном питании То там как раз Тебе надо есть часто Потому, что Вот, допустим На жиросжигании Или где-то еще Когда у меня будет Там соревнования Готовишься То есть, ты постоянно ешь Ты постоянно Ну, там Поедаешь Еда с собой Да, то есть Ты все время ешь А вроде, казалось бы Ты, ну, как бы Вес надо убрать А ты ешь Да, то есть Потому, что Как раз таки Чтобы набрать Норму свою Да, то есть Необходимо питаться В течение дня Часто Часто, но малыми порциями Вот это вот обязательно Это обязательно Поэтому правильное питание Это не голодовка Да Насколько малыми Малыми? Ну, то 200 Насколько малыми порциями 250-300 грамм Порция 250-300 Это много Ну, вот у каждого Вот это Это примерно Конечно же То есть, если мы говорим Творог Ну, то есть Пачка 200 грамм Пачка творога Это немного Ну, это нормально Ну, опять Смотрите Опять же Это смотреть для кого Я могу и две пачки творога Сесть То есть Человек, который Вот только-только Начинает менять свое питание 5-6 раз По 200-300 По 250 грамм Это много Ну, смотрите Если человек Только-только Начинает менять свое питание Вот он ел там Три раза в день Он привык Два-три раза в день Питаться Естественно Для него будет много Вот этот Обмен веществ Ускорять То есть Вот эту свою активность Она займет время Естественно Займет время Потому что Если ты, скажем так Не добирал свои нормы То есть Всю жизнь То есть Нельзя в тебя впихивать Просто человек не сможет Столько съедать Естественно Потихонечку Да Но я первое время Реально не могла съесть Эту норму Которую мне нужно Так, я про это и говорю Я просто не доедала Мне тренер говорила Что не доедать Тоже плохо И у меня получилось Что я по 6-8 раз ел И это действительно Так и было Что я все время Везде Все время жевала Да-да-да-да И то же самое Да, вы смотрите С водой Многие тоже слышали До двух литров воды пить Да, примерно Смотрите Многие говорят Вредно И вредно будет естественно Человеку, который Представьте Есть люди Которые вообще Не пьют воду То есть Как-то там питаются То есть Это единственная жидкость Которая в них попадает Естественно В такого человека В два литра влить Ему действительно Будет плохо Там уже Ну, то есть И потому что Организм Почки не способны Будут воды Организм не видел Там десятилетия Не может, да Конечно, в два литра Поэтому Надо будет потихоньку Сейчас ты выпил Ну, одну кружечку Да Два дня По одной кружечке Потом в следующий день Еще одну Да, потихонечку Потихонечку То же самое с питанием То есть сначала Когда человек приходит Нужно уже В принципе понять Ну, то есть Я уже в принципе понимаю Я еще спрошу Как человек питается То есть Я ему пишу норму Эта норма Естественно Будет меньше Сначала Она будет меньше Человек, допустим Считается Допустим Если спортсмен Это два с половиной Грамма белка На килограмм веса Ну, два Два с половиной Все зависит от спортсмена То есть Чего питания У меня 85 Да, допустим 170 Грамм белка Допустим Не надо Ну, если мы возьмем Человека Скажем так Активности Которого нету Да, у него Вообще То есть Мы скажем Грамм Да, допустим Вот Вес Просто Человек Возьмем У нее там 95 килограмм 95 грамм Белка в день Так она 95 грамм Белка Не сможет съесть На сейчас То есть Ей надо будет Она даже Будет набирать Сначала Даже 50 Грамм Белка в день Да То есть Это 200 грамм Курицы То есть Если ты не ешь Правильно Ты это все Добираешь Неосознанно Какими-то Голочками С конфетками Да Именно Именно Это Есть То есть Когда ты Не добираешь Белка То есть У тебя Нет усвояемости То есть Организм Не привык Он не может Потому что Человек Не знает Что Нужно Белок Он Просто Иногда Котлету Закажет Как-то Белок В него Попал И соответственно Вот это Недобор Овощей Микроэлементов Витаминов Он Скажем так Получается так Что человек Начинает Переедать Сладостями Какими-то То есть Организм Требует Каждое Вот каждое Скажем так Желание Вот эта Хочучка Которую Хочу вот это Сесть Хочу этого То есть Это говорит о том Что организму Чего-то не хватает То же самое При беременности Вот Беременность Это такой Явный Четкий Пример Того Что происходит С организмом То есть Бывает так Что если человек Допустим Питается правильно То есть правильно Именно И при беременности Можно питаться правильно То есть Ты даешь Сложные углеводы У тебя есть белок У тебя есть витамины То есть Овощи Фрукты Кушаешь В таком случае Не будут Включаться Вот эти Механизмы Когда там Все Я хочу Многие Слышат Мел Женщины Еще что-то Кальция Кальция Не хватает То есть В большинстве Случаев Женщины И при беременности Вот как бы ты питалась Скажем так Ну условно Неправильно Да И при беременности Вот та же самая Это происходит А еще Есть такие моменты Там многие Ешь что Ешь что хочешь А в большинстве случаев Что хочется Сладость И они начинают Сладость Еще больше Больше Да За двоих Да да За двоих А все говорят Ешь 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 Вот я бы сказал Ешь 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 Только гречку ешь Гречку Творог Тунец Рыбу Овощи Ешь конечно Только вот это все А не просто сладости И соответственно В таком режиме Организм Недополучает То есть Опять же Возвращаемся Хозяин Хозяин Скажем так Нелады Со своим телом То есть Ты его не слышишь Не понимаешь А тело Оно очень умное Если бы оно не было умным То есть Не было бы таких механизмов Когда-то Включается сигнал Такой Что ты не можешь Отказать Все Тебе вот надо Срочно нужен кальций Представляете Нужно телу самому жить Плюс еще Допустим Построить Новое тело Новое тело построить Представляете Не хватает кальция Срочно А человек Допустим Ест все время Булочки Сладости И все говорят Кушаю Кушаю сладости А он Да-да-да Вкусно Конечно же А допустим Творога Молока Ничего нету Кальция Соответственно Организм понимает Что беда Случается И он включает Такой механизм От которого Не можешь отказаться И все И срочно Начинает есть Мел Допустим Это как пример Или какие-то другие Витамины Еще что-то Ну каждого Еще я рассказываю Женщинам Которые там Были беременны Что я рассказываю Что они там ели То есть Каждая сама Знает Что там было Но я так же Само знаю Примеры Когда вот этих Вот Вот этих Хачучек Не было По причине Того Что как раз Таки Был баланс В питании В течение дня Гречка Овсянка Разные продукты Правильное питание Было И вот этих Отступлений Когда организм Все Нужно Нужно Вот это Вещество Кальций Их не было Просто Правильное питание Потому что Был баланс Был баланс Микро и макроэлементов Был баланс Был баланс Был баланс